Йоу, всем привет! DJI, компания, которая ассоциируется с дронами, которая производит одни из самых крутых стабилизаторов для любителей, профессионалов, в общем, для всех, наконец-то решила сделать свою экшн-камеру DJI Osmo Action. Одна из крутейших, на мой взгляд, экшн-камер. Сегодня посмотрим, как она работает, насколько она защищена и расскажу много интересного. Поехали! Как заявляет сама DJI, их экшн-камера защищена. Ну, как защищена? Она выдерживает падение с полтора метра. Не знаю, на что. Она выдерживает падение, может быть, на вату, но, в принципе, она достаточно крепко сбита. Ну, то есть, в руках ощущается, как реально какой-то тяжелый такой монолит, Кроме того, камера выдерживает погружение до 11 метров и с ней ничего не будет. И это еще без кейса. То есть, вот берете камеру, просто вот в руках держите и тонете на 11 метров. Это достаточно круто, потому что у нас было огромное количество экшн-камер и их всех нужно было, ну, практически всех нужно было засовывать во всякие кейсы. И это не всегда удобно, потому что нечасто ты можешь найти этот кейс, особенно в маленьких городах. А так ты просто берешь камеру, купаешься с ней. 11 метров это вполне прилично. Мы, кстати, были на одном мероприятии, на котором люди разбрасывались красками, ходили в однотипных футболках. Да, это не то, что вы подумали, это был ярко-кросс. И камеру брали просто так. На нее не надевали никаких кейсов, не оборачивали в полиэтиленовую пленку. Просто так. И камера достаточно быстро отмылась после всей этой краски. Краска была сухая, это что-то вроде пыли. Вот этот фильтр вот снимается. И, как обещает сама компания DJI, будет достаточное количество аксессуаров, чтобы можно было, например, кроме вот этого нейтрального фильтра, надеть еще ND-фильтр, фильтры для съемки под водой. Кроме того, обычный фильтр тоже не так прост. У него есть двухслойное олеофобное покрытие. Мы снимали наш веселый выходной в бассейне и ярко-кросс именно на эту камеру. И смотрите, какое дело. Несмотря на то, что было очень солнечно, очень ярко, во-первых, кадры удались, кадры были хорошими, потому что здесь есть на фильтре антибликовое покрытие, очень хорошее. А сами дисплеи, экраны этой экшн-камеры, очень яркие. Там яркость доходит до 700 нит. И, в принципе, если вы будете даже снимать самого себя, вы даже в яркий солнечный день будете видеть, что происходит у вас прямо на этом дисплее. Кстати, о дисплеях. Основной дисплей на 2,25 дюйма. Он достаточно яркий, я немного ошибся. Он не 700 нит выдает яркость, а 750. Все основные задачи можно выполнять через этот дисплей. Вы можете выбрать настройки камеры, вы можете посмотреть уже готовые кадры. Второй дисплей здесь на 1,4 дюйма. Он не сенсорный, но он такой же яркий и сочный. В принципе, съемку можно вести, держа вот камеру прямо перед собой и быть как какие-то дикие тревел-блогеры. Ставь лайк, если не любишь диких тревел-блогеров. Максимальное разрешение фотографий у DJI Osmo Action 12 мегапикселей. Съемка ведется максимум в 4К 60 фпс. Причем в этот момент может даже работать стабилизация рок-стыдии. Давайте сейчас переместимся на улицу и проверим эту камеру в деле. На улице будет пасмурно, на улице будет дождь, на улице будут плохие дороги. Алмата, ставь лайк. Поехали. Как вам звук? Сдалека. Как вам стабилизация? Здесь немного потряхивает, но в принципе здесь поверхность относительно ровная. Напишите в комментариях, как плохо я катаюсь на электросамокате. Съемка ведется в 4К 30 фпс, потому что HDR может только в таком режиме. Ну и соответственно рок-стыдии стабилизации у нас нету. Слово Action подразумевает то, что когда происходит какое-нибудь прям очень мощное яркое событие, вы резко начинаете снимать. У этой камеры офигенная штука есть. Можно не включая камеру, нажать на кнопку записи, и она включается, и моментально начинается запись. Это очень круто именно в путешествиях, когда происходят какие-то резкие события, неожиданные события. Если ваш друг начинает падать со скалы, вам нужно срочно это заснять, чтобы потом переслать по WhatsApp. То вот эта камера вам очень сильно поможет. Больше всего меня удивило, как долго эта камера живет от одного заряда. Мы ее полностью зарядили, уехали на съемки, и около часа ввели съемку в 4К 60 фпс. Разумеется, со стабилизацией. То есть это максимальное качество, которое может выдать эта камера. И эта бандура работала около часа, и при этом у нее осталось 20% заряда. Ну, кроме 4К 60 фпс, мы еще снимали видео слоу-мо. Кстати, заряжается она по Type-C. DJI разработали и запихали сюда собственную операционную систему Action OS. Она достаточно удобная и интуитивно понятная, даже несмотря на то, что здесь присутствует только английский язык. Да, я знаю, что многим это покажется огромным минусом, но, чуваки, я тоже не особо знаю английский, однако здесь разобраться, это, блин, даже ребенок разберется. На самом корпусе имеется всего три кнопки. Слева для переключения режимов, однократное нажатие, оно переключает режимы. Долгое зажатие переключает вас между основным и вторым дисплеем. Но если запись уже идет, и вы хотите переключиться с основного дисплея на второй, то запись перервется, и автоматически начнется вторая запись, но уже со вторым дисплеем. Сверху у нас имеются две кнопки. Первая, соответственно, кнопка включения-выключения экшн-камеры, а при однократном нажатии она блокирует сенсорный дисплей, ну, прям как на смартфонах. И справа, соответственно, кнопка запись. Как я уже и говорил, она работает даже при выключенной экшн-камере. Все разъемы находятся слева, около кнопки переключения режимов. Они находятся под надежной защитой. Кроме того, слева находится специальная подкладка для того, чтобы в разъем microSD и Type-C не попала вода. Также в комплекте идет набор с креплением-рамкой. Он включает в себя универсальное крепление для дополнительных аксессуаров и оснащен отверстием для светодиодного индикатора, отображающего статус камеры. Дополнительно можно докупить водонепроницаемый футляр, но он нужен для защиты на глубине до 60 метров. Если вы, как я, не особо умеете плавать, то обычной защиты самой камеры вам вполне достаточно. 3,5-миллиметровый адаптер, который нужен для подключения внешнего микрофона к камере, специальный монопод с винтовым креплением и поворотным держателем для телефона, монопод-поплавок и огромное количество фильтров для камеры. Кроме того, если вы собираетесь снимать чуть ли не супер-пупер-киношку на эту камеру, я бы вам посоветовал приобрести зарядный концентратор. Он позволяет заряжать до трех аккумуляторов одновременно за примерно два часа. Давайте обрисуем человека, которому может понадобиться вот эта экшн-камера. Любой человек, который выходит из дома. Чуваки, это реально очень прикольная вещь. Она, ну, нереально круто стабилизирует видео. Если вы где-то плаваете, если вы залазите на горы, если вы просто по городу ходите и у вас очень хреновые дороги, вот эта камера, это реально очень прикольная, классная и удобная штука. Если вас заинтересовала вот эта охренительная вещь, можете перейти по ссылке в описании и купить у официального ритейлера вот эту камеру с 5-процентной скидкой по промокоду WORLD. Кстати, промокод действует вообще на все, абсолютно все. Вы можете весь DJI выкупить с 5-процентной скидкой и это будет довольно круто. Что вы думаете об этой камере? Пишите обязательно в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши соцсети. Ко мне в Instagram заглядывайте, я пару фоток с этой камеры, наверное, там опубликую. Ну и пока Пишите в комментариях, что я Булат.